Здесь прямо присутствуют детали Ford, топливный фильтр, американские детали, опелевские, вот вакуумный насос, это Sanyong. Есть клапан управления, вообще непонятно от чего такой машина. Если у вас Chevrolet, не звоните нам и не пишите. Так, всем добрый день, ОМЗАП, снова я с вами, Анатолий. Решил заснять маленький момент по замене регулятора. Но дело в том, что это мы будем делать на Chevrolet Captiva 2008 года. Это как бы наши данные, давние постоянные клиенты. Долго они уговаривали меня сделать на ней диагностику. И вот уговорили вроде как. Сегодня признали. И сегодня я был очень сильно удивлен, когда открыли капот. Вот, на данном авто, вот посмотрите, установлен двигатель. Это двигатель D4A, двухлитровый. То есть все, клапанная крышка. То есть здесь прямо присутствуют детали. Вот видно, это Ford, то есть топливный фильтр. То есть американские детали, апеллевские. Вот вакуумный насос. Это Sanyong немцы. То есть это на Carando Sport, на Sanyong Kyron. То есть такой насос стоит. Ну и всякие такие непонятные. Тут есть клапан управления. Вообще непонятно, от чего такой машина. Дело в том, что у данного авто, когда нагреется под нагрузкой, встает в аварийный режим по низкому давлению топлива. Ошибочка 0087. Так как согласился, то есть сделали тест на обратку. Вот форсунка у нас тут обычная. То есть поставили колбочки. И нам тест на обратку показал, что слива в обратку с форсунок нет. И подсоса воздуха тоже нет. То есть если у нас попадает где-то откуда-то системы, даже там, пусть бака, заборника, подкачной насос, топливный фильтр, где угодно. То есть насос будет закидывать это все в топливную рампу. Все это будет перемешиваться. И вместе с обраткой с топливным форсунок будет идти воздух. То есть когда мы делаем тест на обратку, вот в любой машине, пусть это будет Delphi топливная система, Bosch, когда мы ставим колбочки, вот они, смотрите. Давайте вот так я вам покажу, объясню, наверное. Вот, допустим. И, к примеру, у нас, то есть любые форсунки, делаем тест на обратку. И должно идти просто топливо. То есть медленно, быстро, неважно как. Но когда по трубке идет с воздухом, то есть с бульками, с такими, говорит о том, что если она там долго заводится по утрам, там на горячую, на холодную, неважно, если есть проблемы, то есть мы ставим тест на обратку, делаем для того, чтобы понять, у нас что-то сливает в обратку, это насос, регулятор, там механический регулятор, электронный, либо это воздух. Опять же, надо всегда учитывать, у вас либо ручная подкачка, либо подкачной насос с баки. То есть когда подкачной насос с баки, то подсос воздуха, в принципе, невозможен. Насос дает от 3,5 до 5,5 бар, то есть с бака. И как только вот берем топливный фильтр, да, вот, допустим, любое соединение берем, то есть сразу же он выдавит топливо. То есть где бы оно ни было, он его оттуда выдавит. То есть когда у вас ручная подкачка, тогда скорее всего это подсос воздуха. Так вот, у нас также стоял регулятор. Вот здесь, он в топливной рампе. Вот с торца здесь регулятор топлива. Сразу я вам уже, наверное, говорил в каких-то видео, что по регулятору нельзя бить. Нельзя его там, не знаю, ронять, бить и что-то еще стучать как-то. И вот видно, что бедный регулятор весь измученный молотком. То есть его забивали зубилом. У него стряхиваются каким-то образом мозги после того, что... Но, опять же, сейчас кто-нибудь скажет, да, 50 на 50. Может быть, даже 7-10 на 30. Что есть люди, которые все-таки приезжают. Я вижу, что он забитый молотком. И они утверждают, что все работает. И да, все работает. То есть все отлично, все держит каким-то непонятным образом. Так вот, причиной нашей стал регулятор. Регулятор тоже стали смотреть. Пробили по Шевроле Коптива. Регулятор стоит там 28 тысяч. Каких-то вообще непонятных денег. А если брать по Бошевскому номеру, то этот регулятор... У него тоже окончание, этот 507 номер есть. А этот регулятор бьется как в Hyundai Grand Starks. То есть Grand Starks там с 7 по 9 год. Вот, сейчас взяли, мы будем новый. А, и опять же, вот здесь вот. Вот здесь вот есть такой маленький момент тоже. Видно, что вот, 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 маленькая рисочка. Что здесь пропускало топливо. Вот в этом месте. Вот с краешка прям видим. Видно, она там коричневая. Сейчас туда зеркалом тоже заглянем в топливную рампу. Потому что это похоже, как какая-то, не знаю, может, уронили. Или, может, старый. Посмотрим в рампе, есть или нет. Но датчик будем новый ставить. Датчик вот приобрели. Датчик новый 9 тысяч, Бошевский. То есть он будет с таким же сейчас, наверное, номером у нас. Очень много появилось сейчас каких-то DAP-овских регуляторов, которые не работают. Это вообще там прям просто ужас. Да, вот окончание. Видите, 507 тоже. Все. То есть регулятор будем вставить этот. Самое главное, что смутило, здесь доступ для откручивания. То есть вот он есть. Вот. Мы вот так вставляем ключ, то есть и отворачиваем. Какова история этого датчика, непонятно. То есть, скорее всего, он стоял где-то на Гранд Старксе, где неудобно снять без коллектора. То есть нужно там делать это с коллектором, либо специальным ключом. Скорее всего, его тоже узнали цену, что он стоит большие деньги, и просто скрутили с какого-то Гранд Старкса, где он уже был там забитый таким образом. Потому что, ну, как бы, ну вот, ключ, пожалуйста, отворачивай. Зачем он забитый, непонятно. Но я вот предполагаю, что это именно в этом причинах. Нам сейчас необходимо посмотреть, нет ли там внутри этой в рампу всегда топливную заглядывайте. Всегда. То есть у меня было очень много клиентов, которые приезжали и говорили, что мы заменили уже все. Ну, тоже маленький-маленький там след есть, но вот этой раковины нет. Но остался след от того, чтобы пропускало топливо. То есть раковины нет. То есть проблема изначально была на датчике. Датчик был затянут хорошо. То есть, скорее всего, он с другой машиной. И судя по ударам, я, ну, наверное, предположил бы, что он стоял на Гранд Старксе. Так, регулятор новый сейчас будем устанавливать. С колечком вот этим колечком обязательно промазывайте. То есть, что-то какая-то кака там попала. Сейчас что-нибудь почищу. Вот это колечко, чтобы не закусило. То есть всегда лучше делать это литолом, ну, или какой-то другой смазкой. То есть такие смазки, как там ВД-шка или, допустим, какое-то масло, они не очень качественно смазывают. Вот сейчас туда прямо заводим. То есть тут проблем, то есть замены его вообще, можно сказать, нет. Все, сейчас эту гайку сперва закручиваем. А потом как можно сильнее затянем. Потому что, если у нас есть там намеки на то, что она пропускала, раковину, я говорю, не увидел, но след есть. Так, вот он ключ. Ключ на 30. Пробуем. Вот сейчас вставляем туда ключ. Надо следить, чтобы вот этот разъемчик сейчас не провернулся у нас. Ремонт недолгий. Все, заводим. Работает, кстати, для дизеля очень хорошо. Такая, спрятана. Будет... Оп-паньки, так, тут механика. Сцепление надо выжимать до самого конца. Заводиться будет долго сейчас. Топленная рампа пустая. Еще раз. Или вообще не запустится. Вот, даже передергивает ее. Вон там попало немножко дистоплива внизу, надо его убрать оттуда. А то сейчас все это нагреется, и потом пройдет нехороший запах в салон. Все готово. Еще раз попробую завести. Сейчас выглядит еще воздух. Ну так что, сейчас ребят отправим. Пусть проверяют, тестируют, нагреют, как там, едет, не едет. То есть то, что по факту было, прям вот этот забитый бедный датчик заменили. По оригинальному номеру он не дает номер, именно AXIST, ZZAP, бьет, что... То есть дает на этот регулятор, что он якобы подходит. Вот. И все равно у нас выхода выбора нету. То есть по-любому пробуем, испытываем. Ну так вот, самое главное, если у вас Chevrolet, не звоните нам и не пишите. Все, мы вроде починили, сделали. Вообще, я ожидал, что здесь будет стоять, я не знаю даже чей мотор, Sanyong Carando Sport. Есть такой 2 литра. Я как-то делал там форсунки, тоже менял ТНВД, была стружка. Менял цепью. Очень ужасный, такой неудобный мотор был. Вот, пару раз. И потом я как-то забросил и перестал с ними мучиться. И очень боялся, что у этих ребят точно такой же. Потому что на следующей Captivis именно такой же стоит движок. Вот так, как на Sanyong Carando Sport. А тут вот я открыл и прям был удивлен, что здесь стоит D4A. Ну ладно, все, на этом заканчиваем. Вроде бы ремонт закончили. Ребята сейчас протестируют. И будем надеяться, что все будет работать. Ну все, до новых встреч. Всем до свидания. Субтитры сделал D4A. Субтитры сделал D4A.